МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Елена Кузовкина, здравствуйте. Сразу две крупные коммунальные аварии произошли сегодня утром в Барнауле. Без горячей воды и тепла осталось больше 200 жилых домов поселка Южный, а также административные здания и социальные объекты. Порыв в теплосети был обнаружен в 3 часа утра на лесном тракте. Коммунальщики сразу же приступили к ремонтным работам по замене 2 метров трубы, отключив отопление от котельной. По информации мэрии Барнаула, в ликвидации аварии задействовано 18 человек и 8 единиц спецтехники. Занятия в этом районе приостановлены только в школе 76. Еще одна авария произошла в индустриальном районе краевой столицы. Из-за повреждения водопровода по адресу Малахова, 136, вода хлынула на тротуары и проезжую часть, подтопив участок дороги от Павловского тракта до Взлетной. Под отключение воды попало с десяток улиц района. Шесть детских садов не смогли принять детей. Отменены занятия в нескольких школах. Сейчас на месте происшествия ограничено движение. Ведутся работы по ликвидации порыва и расчистке улицы. О развитии ситуации в вечернем выпуске новостей. Рубцовск уйти под воду не должен. Для профилактики паводка в городе разработали специальные меры. О них на минувшей сессии заявили депутаты. И подчеркнули, что самый главный пункт плана уже выполнен. Прочищен водоотводной канал в реку Аллей. Напомним, что именно засоренный канал, полагают чиновники, стал причиной массовых подтоплений крупного района Рубцовска весной прошлого года. Под воду ушли десятки частных домов и садоводческих участков. Сейчас канал длиной в 150 метров и шириной в 6 полностью вычищен. Воду из него спустили. Для нужд садоводов его наполнят ближе к лету. Для профилактики паводка чиновники разработали целое расписание с 1 марта и с 1 сентября. На несколько недель коммунальщики будут перекрывать сброс воды с реки Аллей в старое русло. Затрудняют течение воды и железобетонные конструкции, оставшиеся от моста. Их планируют демонтировать. Скорее всего, это будет возможность проведения взрывных работ. С целью раздробления этого бетона. Там лежат железобетонные плиты. Масса порядка 16 тонн каждая. Плюс их засосало. Там тяжело будет их просто какой-либо техникой выдрать. Кроме того, коммунальщики проведут ревизию всех соединительных трубопроводов, определяют их качество и, возможно, наметят план ремонта. В деятельности сразу двух строительных компаний алтайские антимонопольщики усмотрели признаки незаконной деятельности, а именно картельного сговора на сумму свыше 100 миллионов рублей. Речь идет о барнаульских фирмах «Строймастер» и «Спецстроймонтаж». Эти предприятия участвовали в торгах по строительству газораспределительных сетей, модульных котельных и реконструкции водозаборных сооружений. Работали на заказчиков из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области. Начиная с 2015 по 2018 года были выявлены признаки данного нарушения, совершения действий, направленных на осуществление победы одного из них при проведении конкурсных процедур. По выявленным признакам было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. В ходе торгов одна из фирм умышленно снижала цену, либо не предоставляла нужных документов, тем самым обеспечивая победу компаньону. На сговор указывал и тот факт, что фирмы одинаково оформляли аукционную документацию. Уже назначена дата рассмотрения антимонопольного дела специальной комиссии. Заседание состоится 27 февраля. Компаниям грозит крупный штраф. С 1 февраля родители будущих школьников могут подавать заявления о приеме детей в первый класс. Возьмут тех, кому к августу исполнится не менее 6,5 лет и не больше 8 при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. В первую очередь заявления принимают от родителей, дети которых проживают на закрепленной за школой территории. Для прописанных по другому адресу регистрация начнется с 1 июля. Возьмут ребенка в школу не по месту проживания или нет, зависит от заполнения классов. Для подачи заявления нужно предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, подтверждение о прописке. Записаться в школу можно и на портале госуслуг. Специалисты комитета по образованию Бурнаула отмечают, что бежать в школу именно 1 февраля не нужно, прием заявлений продлится до лета. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность. В некоторых районах возможен снег и заметно теплее, чем накануне. В Зминогорске и Белокурихе днем ожидается минус 11 градусов. 14 морозов в Славграде, Бийске и Заринске. В Барнауле днем возможен снег, температура около 13 градусов. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин